Руфина Алексеева. Ваших шаржей не понимаю. Разве смысл шаржа изобразить человека отвратительным уродцем? Такую симпатичную женщину нарисовали старым чудовищем с зубами то ли нутрии, то ли бобра. Зачем? По выражению лица было видно, что этот шарж навсегда останется плевком в ее душу. Думаю, это недостойный поступок для мужчины, так как любая женщина хочет быть, чтобы ее видели красивой. Спасибо большое, Руфина. Может быть, я что-то не понимаю, друзья. Давайте разберемся. Я, например, обожаю, когда на меня рисуют шаржи. У меня прям поднимается настроение. Чем ярче, чем острее, тем больше кайфа. Но может быть, просто я так отношусь к жизни и очень несерьезно отношусь к себе. Серьезно к жизни, но несерьезно к себе. Все знают, что я рисую шаржи довольно-таки остро. Я же не заставлял их позировать. Наоборот, все люди просили меня это сделать. Но если человек просит, я же не могу отказать. Это шутка. Это всеобщий смех посмеяться над собой. Ну, может быть, не каждый может просто. По себе знаю, что я люблю еще крепче человека, который хохочет над шаржем, который ему показали. У меня прям сердце разрывается. Это как будто бы родной человек с юмором относиться к обостренному изображению тебя. Это что-то такое волшебное. Мне кажется. Ну, напишите, кто думает иначе. Я просто не буду тех рисовать, кто думает иначе, Руфина. Вы, я абсолютно уверен, не захотите, чтобы вас рисовал художник остро. Но мне кажется, это как специи, которые добавляются в блюда. Они делают остринку, они делают блюда вкуснее, запоминающийся вкус, запах и все такое. У меня много накопилось шаржев, которые на меня рисовали. Мне прям это очень нравится. Жалко просто мало таких вот профессионально сделанных. Но, по крайней мере, Бато рисовал на меня очень много. И это, конечно, классное всегда неожиданно. И он хохочет всегда, когда рисует вообще. Я где-то слышал, Руфина, если нас задевает что-то, вот плевок в душу, недостойный поступок мужчин, то это говорит о том, что мы такие. Если бы мы были другие, нас бы не задело. Например, раздражается кто-то, и мы замечаем, что нас раздражает чье-то поведение. Это сигнал психологи подскажут, что мы такие, как тот человек, который нас раздражает. Я воспринимаю просто жизнь как единственную возможность душе развиваться. Я воспринимаю как школу развития, школу изменения в сторону того, чтобы стать больше, более любящим. Ну, раз так, покажу тогда, как я рисовал на открытии выставки мужчину, шарж. По его просьбе, конечно. Очень хорошо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. 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 Выставка работает в Москве до 17 марта. Чтобы ее посетить, нужно записаться по телефону. Вам назначат день и час. Таковы антивирусные правила. Я очень люблю бывать в Гурзуфе в это время, в феврале, в марте. Всегда хорошо. Но сейчас зацвел миндаль, зацвели сливы, может быть персики, какие-то розовые деревья, кусты видятся вокруг. Я только первое утро здесь приехал вчера. Очень сильный ветер, но погода хорошая, солнечная, приятно очень. Здесь я проведу класс в мае месяце на праздники. Две группы будет. Мы будем писать глицинию в Никитском ботаническом саду. Это в пяти километрах отсюда. Два дня будем там писать и три дня будем работать в Гурзуфе. Так что записывайтесь, пишите в WhatsApp. Места еще есть. Владимир Быков написал «Вячеслав, спасибо, от вас я узнал, что такое живой цвет. Благодарю. Я хоть и художник-график уже с опытом, но моя ошибка заключается в том, что не пишу с натуры». Спасибо, Владимир, за такое прекрасное сообщение, письмо, реплику. Это нужно полюбить только работая, только на пленэре почувствуешь, насколько это волшебно. И, конечно, возникнет связь, и это станет очень дорогим. И больше не захочешь работать в мастерской. По крайней мере, будешь это варьировать, что ли. То есть предпочтение остается за пребыванием на природе. Писать с натуры – это впитывать в себя энергию вот этого состояния, мотива, который ты видишь. Горы вокруг, снежные вершины – как это можно написать дома, глядя куда? В монитор, в картинку – не то состояние. Писать с натуры – это сердце разрывается от счастья. Что бы ты ни писал, ты просто передаешь это состояние, вот этот разрыв, взрыв радости, восторга. Получается, что природа питает тебя, она создает какие-то условия, что-то такое невидимое, волшебное. Внутри тебя поворачивается тумблер, и ты начинаешь воспринимать то, что ты делаешь, как нечто удивительное и уникальное. Работая в мастерской, с эскизами, с какими-то фотографиями, ты находишься в плену, как не посмотри, но стен вот этой коробки, в которой ты находишься. Да, сознание где-то может витать, а в природе ты реально находишься в слитости, в связи с ней. Поэтому, конечно, писать с натуры – это только так и надо делать. Мы рождены природой, и она может нас научить гораздо большему, чем мы можем нафантазировать здесь. Яна Ванина «Место выбрано странное». Это о сюжете, где мы писали на кораблике в Костроме, с ребятами, с друзьями, пленэр был. И там был такой клуб, какой-то лодочный клуб, где мальчишек готовят быть моряками, и кораблики различные стоят на Волге. Но это, я скажу, для художника райское место. Вот как это почувствовать, что из этого ты извлекаешь вроде бы железки, кораблики, двери, какие-то вода, но ты извлекаешь это. Это очень трогает. Ты ходишь по палубе, смотришь вокруг, окрест, и присматриваешься к композиции. Ты мыслишь как композитор. Что ты можешь из этого извлечь? Какую написать музыку на эту тему? И чем больше ты любишь жизнь вокруг, обычную жизнь, тем явнее ты можешь просто вот в любом месте, посмотрев, сочинить композицию. Потому что тебя наполняет эта красота. Красота обычных вещей. Простые вещи. Я задумал такую серию, которую, конечно, буду пополнять в моей онлайн-школе. Посмотрите анонс, может быть, вам это понравится. Вроде бы клубника, простой натюрморт. Но попробуйте, напишите. Грушу, яблоко. Ведь потом из этих простых вещей можно составить сложную композицию и не опасаться обилия каких-то там деталей, цветов. Так мы учимся от простого к сложному. Удачи! Сейчас я записываю такие видео уроки из серии «Простые вещи». Вот первый урок уже появился, он под номером 18. Клубника. Ну, клубника на тарелочке. Вот просто всё. Очень немного пятен, но их нужно разложить. Понять, как это устроено, из чего. Так что, обратите внимание на этот урок. Всё видно. Видна палитра, как делаются замесы. Виден мотив, который я пишу. И как пишу. Вот и с рассказами, с объяснениями. Очень рекомендую. Односложная эта самая ткань, поэтому ничего тут не надо выдумывать. Выпендриваться будем только в клубнике. Сейчас главное заложить точные отношения. Вообще выпендриваться нужно там, где... Ну, в главном. Немножко просто сделаем по фактурнее, что ли. Ну, вот как-то может быть так. И он поплотнее. Немного будет, я думаю, уместнее. Если нам не хватит белила ещё. Всегда можно. Я покажусь, чтобы tasted ноября в земỗi. Субтитры создавал DimaTorzok